Пятый закон Мы смотрим не только сами иероглифы, но и пустоту между ними Что пустота является частью иероглифов А когда потом мы их сочетаем друг с другом Мы пустоту вместе сочетаем И в итоге у нас есть сразу Сканирующее целостное видение пространства И чтобы определить Например, нам нужно растворить стишок Пять иероглифов в ширину И четыре столбца в ширину И мы сразу пропорционально Ужимаем иероглифы И сразу так, чпок, и делаем Да, я в таких случаях, говорю, представить себе Что все уже нарисовано На чистом листе И можно действовать? Очень классный принцип Потому что я Восточными единоборствами занимался Тайдити, Семицу Багоджа И там основной принцип таков Мы не шагаем Мы сначала переносим себя вперед Вот так вот Представляем себя целиком в позиции впереди А потом плавно входим В эту позицию То есть как бы Мы сначала создаем вот там вот Мысль сначала туда бросаем После мысли Ну сначала внимание бросаем Потом идет мысль Потом взгляд за ней идет Потом после этого Ти пошла И за ней уже тело Пумс И вошло И получается тогда движение Оно как на резиночке Как будто Тайм-железеточку в чпокс Чпокс Ну какой-то червячок такой И очень важно как раз Там выровнять так вот эти отрезки Чтобы оно в результате казалось Кругообразным это движение Потому что тогда Вот они вот Вот потихонечку-потихонечку сокращают Вот этот чпокс-чпокс-чпокс сокращается И в результате оно такое Ровное-ровное-ровное И вот в живописе что-то похоже То есть ты сначала видишь этот рисунок Сначала внимание туда Сначала мысль о том, что Ай, что бы нарисовать Потом опа-опа-опа И потом уже за ним все идет И вот все остальное Очень как бы глубокихонечный принцип Да, когда воображают человека Что уже нарисовано Он же ведь вообразил Он не лошадь вообразил А нарисованы вот здесь То есть в определенном масштабе Вот То есть она уже так Вот-вот-вот-вот Уже там Ну и вот, кстати Можно перейти, по-моему, к шестому принципу Потому что Там уже все Я даже уже представил Такую воронку такую Засасывает все Вот уже В самый низ Все пошло Потому что речь идет Конкретно о действии Передавая Хотя и не забывая о том Что О том, кто это делает Передавая образцы Меняясь в изображении Вот Я, кстати, спросил тогда У Вронислава Прямо что так и написано Образцы Вот Какое там слово Вот Не каждый же раз Образцы Копировать Вот Он говорит Образец Это просто Имеется ввиду То То, на что смотришь Скажем так Вот По крайней мере Он так Примерно так сказал Я много лет назад Я сейчас уже Может быть сегодня Точно не вспомню Вот То есть Это не обязательно В нашем понимании Образец То есть Готовая картина Которую надо перерисовать Вот Я рисую дерево Дерево для меня образец Все Вот Передавая образцы Меняясь в изображении Да Вот Это Кажется почти то же Что Резонирование с предметом Но Вот интересно Насчет Именно изменения Что Само Я рисую Я не могу нарисовать Все дерево сразу Вот Ветки Одно листье Другое Ствол Третий Как ни странно Потому что Ветка Еще растет А ствол Скорее уже Показывает Как бы показывает Потому что Это кора А не ствол Разрушение Вот Кора трескается Да И отношения Вот к этим действиям Разные Трескание коры Старение Рост ветки Вот Трепетание листа Совершенно разные Вещи Разные приемы И Естественно Вот Я меняюсь Я не свожу Все до Какого-нибудь Там Силуэта Например Вот Ну а если Свожу То Это Есть Веские Причины Вот Я должен Пространство Передать И силуэтом В тумане Там Тогда я рисую Туман Получается Ну и вот Я говорю Что я Меняюсь И получается Интересный момент Что Я рисую Молоденькие ветки И тут же Какую-то Растрескавшуюся кору Вот Если я Сроднился С этим И с этим Это что же Тогда Я вообще Какой Молодой Старый Вот Ответ Я и тот И этот Вот Для меня И то и другое Нормально Совершенно Для меня Но Я могу Быть Старым Там Не знаю В 10-летнем Возрасте Вот Если Ну Я общался Скажем Тогда С бабушкой Дедушка Давно Умер Вот Ну мы с бабушкой Поняли друг друга Значит Нет разницы В возрасте Вот И в общем Все нормально И да и вообще И то и другое Человек И старое Молодое Вот Ну И вот Опять-таки Стало быть Вот Нет вот этого Отрыва Вот У нас Я так Конечно Это немножко Отрицательная Информация Но одно время Очень полюбили Всякие Вот эти отрывы Даже мне Как в свое время Одна тетка Тетка Как выражается Межина Одна тетка Сказала Что я еще Такой молодой Что я еще Как бы не человек Я полчеловека Вот Я Не обиделся Потому что Очень быстро Подумал Это она Так думает Вот Все Пусть ей будет Хуже Просто ее мысль А вовсе Нежелание Меня оскорбить Вот Но вот это было Вот это все время Показать радиусу Молодой Старой Вот И все время Вот эти презрительные Эти самые Разговоры Там Для военных Все остальные Штафирки Там Это Клирики Так Попик какой-то Вот Ну и так далее Любое сословие Можно взять Возраст Любую Любую Так сказать Разницу Вот И окажется Что это повод Там считать Чем-то Неполноценным Вот Но это Отрицательная информация А на самом деле Вот это Результат То ли Замороченности Какой-то То ли Ну не знаю Какое еще слово Подобрать Что-нибудь вроде Неинтеллигентности Ну понятно Разделенности Разделенности Какой-то Да Вот разделенности Вот Разобщение Вот Но это вот Как раз самое Что не есть Отрицательный момент На самом деле Мы можем даже Вот Вернуться к тому Что мы все Одной кровью И не только Друг с другом В смысле С людьми Но Но и Это С окружающим миром Вообще С природой Вот И даже Ну правда Может опять покажется Что отрицательный Примерно Полно положительный Вот Я тут как-то Чего-то В плохом состоянии Не скажу Души А скорее тела Подумал Что же Мне для этого Надо то сделать Для этого человека Для этого человека То И что-то Меня прям разорвали Как-то на кусочки Вот Наверное Это карма Наверное Это наказание За Какие-то Какие-то ошибки Прошлой жизни Пауза После этого Наступила И потом Меня осенило Какой же я скотиной Был в прошлой жизни Это я Наверное В прошлой жизни На всех ездил Это я всем говорил Ты должен для меня Вот это сделать Ты должен для меня Вот это сделать А теперь я Для всех Все делаю Слушай Ну и же хорошо Искуплю наконец Да сколько можно Ну кстати По поводу Обменяйся В образцах И произображения Просто В китайской Традиции У них Очень прям Такая Как бы сказать Большое Уважение Уделяется Именно копированию Вот этого Всего Национального Достояния И считается Именно Что нужно Мазок в мазок Копировать Это очень Такая Интересная Китайская Идея Именно Связанная Исключительно с китайской Культурой Которая Ставит Ну Выше всего Это конфуцианская идея, это она... Кстати, не только в китайской культуре. Ставит высшее всего достижение культуры. То есть культура там, ну как бы, как единственное святое в конфуцианстве. Там всё остальное вторым планом идёт. И как бы достоин... И как бы цель в конфуцианстве, я имею в виду, жизни любого там, как бы, человека заключается в том, что нужно просто брать культуру и вот так вот её так... целиком её копировать и дальше передавать в таком же виде. И в результате, как мне сказала китаянка, когда я учился в живописи монохромной, она говорит «Да нет, сейчас нет хороших художников». Они были в прошлом. Давно. Их было 4 штуки. Там, 4 мастера династии Сон, они называются. Или 4 мастера династии, там. Юань какая-нибудь. И мы все учимся у них. Учитель, он не... Ну, как бы, он не учитель. Он просто проводник. Проводник. А мастера были тогда, вот, собственно говоря. И мы все делаем так. Мы мазок в мазок, копируем их и через это, как бы, приближаемся к достоинствам этих великих учёных-мужей. После чего, собственно, мы уже готовы к передаче культуры. То есть у них такое вот прям вот... Это вот очень важно. И в конфуцианской, ну, и во все. Занимаясь той деятельностью, а не другими какими-то штуками. Там всё то же самое. То есть ты вникаешь в форму, копируешь форму очень долго, тщательно, до миллиметра. Повторяешь, а при том не особо одумляясь по поводу содержания этой формы. А, ну, как бы, и потом тебя либо осеняет, либо не осеняет тоже. То есть насчёт истинной сути этой формы. А так, в общем, больше ничего, собственно, никто не говорит. Поэтому вот есть ещё и другая версия насчёт этого принципа, что он вот это унесёт себе глубоко китайское вот это вот мышление насчёт того, что нужно копировать. И в копировании, в этом, в нём, конечно, ну, как бы, найти жизнь. То есть, как сказать, найти что-то помимо формы. То есть настолько ограничить себя только формой, это очень, кстати, каллиграфический принцип. Потому что каллиграфы все, они очень долго учатся, копируя других мастеров, без искажения передавая реальность. Но вот в этом безыскаженчестве, как бы сказать, нужно найти что-то настолько внутренне глубокую мотивацию какую-то, которая в конце концов приводит твою кисть к новому уровню. То есть, ну, это очень тонкий момент. Его поймёшь только, когда начнёшь заниматься вот этим, собственно, копированием по-настоящему, по-китайски. То есть для них копирование – это не только как бы тупое копирование, как бы берёшь там и вот рисуешь точности по форме. Важно ещё другое. Важно в процессе этого найти что-то помимо формы. А что именно может быть? Дыхание. Может быть, что? Тип движения. Какие-то мелкие части движения. Ещё чего-то. И вот в этой ограниченной форме познать всё совершенство Вселенной. И через ограниченную форму, не одумляясь изысками, импровизацией, как-то понять, вытащить весь остальной мир через вот эту форму, что называется. Потому что же там, ну, большей части так происходит. Вот я примерно описал, как вот это я понимаю. И, ну, как мне этот китаян, как пытался, ну, учительницу, которой я учился, пытался донести суть. И почему все они так прям несколько лет тратят на копирование от прям миллиметра к миллиметру. То есть для них скопировать картину, например, какого-то, ну, вот, скопировать картину с умского мастера, это означает просто вот как вот прям до мазочка. И при том культура ихняя, она несёт в следующий момент. Нужно прям повторить мазок в мазок. След в след, мазок в мазок. То есть она несёт не только информацию о конечном результате того, как это сделано, и скрывает информацию о том, как это было сделано. Но вот у нас есть конечный результат, это картина. А культура, то есть, собственно, учитель, он тебе рассказывает, как сделать тот мазок, которым этот мастер делал. Ну, вот, в целом, мой опыт по копированию традиционной копы. И, собственно, как можно понять вот этот принцип копирования. Нет, ну, это хороший принцип. Тем более, что копируешься, задаёшься вопросом, почему мазок именно такой. Ну, и дальше, действительно, вот всё, что сказал, всё, так сказать, за этим тянется. Конечно, кстати, в Европе это тоже было. Мало того, вот один из тех же вышеупомянутых импрессионистов, Дега, он говорил, покажите себя хорошим копиистом, тогда я вам разрешу нарисовать с натурой, например, и диску. Вот, так что копирование придавало значение в Европе тоже. Это копирование считалось, ну, основой, скажем так, ремесла. Вот, ремесло – это тоже культура. Вот, и его, тем более, надо понять, что, ну, без ремесла и творчества не будет. Вот, поэтому-то копирование нужно. Мы вроде бы на это, особенно я, на это не особо упираем. Вот. Ну, просто сейчас объясню, у них просто ещё есть другой немножко вкладывается в понятие в это. То есть копирование – это способ, это ритуал. И для них жизненно важно, чтобы те ритуалы древности, которые были именно в такой же форме, дошли до последователей, без искажения. Ритуалы предков должны дойти до сыновей. Это у них жизненно важная задача для китайского мастера. Не им симпровизировать что-то своё, добавить, а именно ритуалы предков донести до последующего поколения. И в результате, что это, ну, как они объясняют, благодаря этому их китайская цивилизация и 6 тысяч лет и живёт, в то время, как все остальные там уже загнулись. Потому что они вот этим занимаются. Ну да, у нас это, можно сказать, ассоциацию ближайшую привести. Это иконопись. Ну, хорошая. Вот, то, что прориси там существуют даже, то, что действительно идёт через копирование. А вот так сказать, что вот у нас есть такой-то гений. Все его должны копировать, значит, прервётся традиция. А какой гений? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, скажи там Суриков. Ой, да ваш Суриков, мне больше нравится Левитан. И всё. И рухнула традиция. Её как бы вот изначально и нет. Всё менялось. Эти люди довольно поздние авторы. Так что вот такая традиция, я считаю, вообще не сформировалась. Вот церковная, да, другое дело. Ну, у них это было связано всё. Ну что ж, отлично. Классно. Мы поговорили, на самом деле, про шесть этих принципов, и прямо достаточно много стало понятно. Да, я думаю, вот, хороший, хорошо поговорить. Иногда вот полезно, ну, потому что действительно что-то появилось не до того, что заготовлено, да, в процессе. Вот это вообще потрясающе. Это точно. Спасибо. Спасибо вам. И вам спасибо очень за репетит. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok